Преждевременный износ дорожного покрытия – это не самая главная проблема. Перегруженные грузовики смертельно опасны для других участников движения. Ведь нарушение нормативов ведёт к непредсказуемому поведению автомобиля на дороге. Специально для этого развернута линия весового контроля. Инспекторы технического надзора замеряют нагрузку на каждую ось автомобиля. Например, у трёхосных грузовиков общий вес должен составлять не более 25 тонн, у четырёхосных – 36. Как признаются инспекторы, в сопроводительной документации водители зачастую умышленно занижают вес, а подобный статичный контроль позволяет выявить нарушения. Санкции к таким нарушителям весомые. Штраф от трёх до десяти тысяч рублей. Ехал с перегрузом, остановили сотрудники полиции, оформили, взвесили. Ждём суда. Я думаю, что по нашей неосторожности нарушения произошли. Поэтому больше не повторим. Будем умнее. За время работы съёмочной группы у всех остановленных автомобилей нашлись какие-либо нарушения. Самым распространённым оказалось несоблюдение норм нахождения водителя за рулём. В первую очередь смотрим наличие документации путевой, соответственно, документов на автомобиль, документов на груз. Также уделяем внимание тахографам, которые должны быть установлены у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на транспортном средстве, дабы водитель не нарушал режим труда и отдыха на линии, чтобы он не уставал и в уставшем состоянии не смог совершить какие-нибудь чрезвычайные происшествия. То есть, внимание остановки сейчас уделяются именно на грузовике. Самое распространённое нарушение – это отсутствие либо неработающих, либо некорректно работающих тахограф. А с 28 мая и до конца августа движение большегрузного транспорта по трассе А290 Новороссийск-Керчь в дневное время суток и вовсе будет запрещено. Перемещаться по этой трассе будет разрешено только в вечерние или ночные часы.